Земля должна работать, особенно если речь идёт о сельскохозяйственных угодьях. Более 60 тысяч гектаров, не использованных ранее площадей сельхозназначения, власти Подмосковья в этом году вернули растений водам и фермерам. Как результат, достигнут рекордный урожай зерна – 506 тысяч тонн, плюс 118 тысяч тонн к 2019 году. Об этом рассказал на итоговой пресс-конференции исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский. Недалёк тот день, когда все поля в Подмосковье будут использованы по прямому назначению. За период с 2014 года всего введено 424 тысячи гектаров, что позволило увеличить долю обрабатываемой пашни с 67 до 90%. Оставшиеся 10% мы планируем свести на ноль к концу 2021 года. Тем, кто трудится в поле, Минсельхоз оказывает всестороннюю поддержку. Только в Подмосковье действует программа содействия сыроварам. Максимальный грант на открытие производства – 35 миллионов рублей. Другим начинающим фермерам правительство предоставляет возможность открыть своё дело, имея первоначальный взнос в 10%. На таких условиях в этом году выдано 34 гранта на 273 миллиона рублей. С нуля создаётся новая отрасль – агротуризм. Она рассчитана на тех, кто предпочитает здоровую еду и путешествия. Более 50 крестьянско-фермерских хозяйств уже предоставляют услуги нашим жителям в этой области. Среди основных можно отметить экскурсии на фермы, мастер-классы, а также дегустацию продукции. Проверенные хозяйства появляются на интерактивной карте «Здоровая ферма». Она доступна для просмотра с любого устройства. Ответственные производители отмечены на карте с зелёным цветом. Традиционно высокие результаты показывают подмосковные переработчики. «Значимыми достижениями в 2020 году стало первое место среди производителей кондитерских изделий – 342 тысячи тонн. Это первое место в Российской Федерации. На втором месте – производители сыра – 56 тысяч тонн. И производители хлеба-хлебобулочных изделий – более 360 тысяч тонн. Но даже при высоких темпах производства и высоком показателе по экспорту продовольствия, который впервые превысил миллиард долларов, Минсельхоз старается сдерживать рост цен на социально значимые продукты питания. На сегодняшний день более 212 федеральных и региональных сетей подписали соглашение о сдерживании цен на такие продукты, как сахар и растительное масло. Нам удалось снизить цены и удержать их в том коридоре, в котором нам посоветовала держать Российская Федерация». Несмотря на высокую конкуренцию и сюрпризы, которые может преподнести погода, вкладывать средства в экономику региона выгодно. Скажите, почему нужно и можно вкладывать средства в сельскохозяйственный бизнес в Подмосковье? Московская область – один из немногих регионов, которая вкладывает столько средств и ресурсов в развитие сельского хозяйства. Соответственно, любой добропорядочный начинающий фермер, который решит заняться этим бизнесом, будет взят нами на руки и сопровожден по всем процессам. Следующим шагом в поддержку отечественного производителя будет создание единой торговой марки, сделанной в Подмосковье. Минсельхоз поручил заняться разработкой концепции. Марка объединит фермеров и сельхозпроизводителей, выпускающих исключительно качественную и безопасную продукцию. Все самое лучшее окажется на полках сетевых магазинов. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.